Сегодня я еду в центр, на метро, первый раз в своей жизни. Пивну хватает и кофею. Да всё есть на самом деле. Друзья, всем привет! Начался очередной день мой в Санкт-Петербурге. Сегодня я еду в центр, чтобы посетить консткамеру. Сейчас спускаюсь вновь в метро и буду доезжать до станции Адмиралдийской. В прошлый раз я шла немножко по другой дороге, но в этот раз мы ездили вот здесь. Это также Невский проспект, но улицы немножко другие. Потому что в прошлый раз мы были у Зимнего дворца и проходили по Таркой. Вот он справа, получается, Эрмитаж. И теперь я поняла, где я иду. Значит, буду проходить через вот этот скверик, который впереди. Так как сейчас выходные, то, понятное дело, во всех туристических местах будет намного больше народу, нежели когда мы гуляли на неделе. Ну, посмотрим, сколько сегодня будет народу в Кунсткамере. Кунсткамера — это то место, в которое я хотела попасть, потому что мне интересна этнография. А там, насколько я знаю, очень много залов, которые именно этому и посвящены. Пока я иду до Творцового моста, я хочу спросить у вас, были ли вы в Санкт-Петербурге? Возможно, вы здесь живёте. И какие места туристические вы успели посетить? Какие вам наиболее понравились? И какие вы рекомендуете к посещению таких вот туристов, как я, например? Обязательно напишите. Будет интересно почитать. Ну и вот, уже Кунсткамера видна. Осталось совсем чуть-чуть. Ну что, вот я уже попала в зал и музея. Я воспользовалась льготным билетом. Вот такой вот билет, он с камеры. Стоил он для студентов 100 рублей. А так он стоит 300. Здесь, например, представлена ритуальная одежда шаманов индейцев в Калифорнии. Как вы видите, они сделаны из перьев. Это перья орла или ворона. Почему именно эти птицы? Потому что они считались священными у этих племён. Это настолько интересно и увлекательно, особенно для тех, кто увлекается этнологией, этнографией. Я думаю, это очень классное место к посещению в Питере. Особенно для историков. На этой витрине представлено искусство плетения из растительных волокон. Как вы видите, здесь сумки. Как правило, этим занимались женщины. И особенно в то время, когда у них были месячные, и им запрещалось выходить на улицу. Они занимались вот этим вот. Сейчас я хожу по экспозиции Африки. И мне кажется, что чем более дальние от нас племена, тем это интереснее смотреть. Да, там был зал с русской культурой, русским народным костюмом. Но гораздо интереснее. Это Северная Америка, это Африка, это Латинская Америка. То есть то, к чему мы не имеем непосредственного отношения. Ты действительно заглядываешься на эти витрины. Ты читаешь, ты смотришь, ты порой не понимаешь абсолютно, что это, для чего. Но хорошо, что есть подписи, и тогда все становится абсолютно понятно. А сейчас я нахожусь в залах, которые, наверное, являются самыми популярными и известными. Зачем приходят сюда люди? Это посмотреть на всяких уродцев, которые находятся в банках. И это действительно странно понимать, что это все настоящее. Все эти головы. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну что ж, вот я сходила в кунсткамеру. Хочу сказать сразу, что двух часов мне абсолютно не хватило, чтобы посмотреть все залы. Последние залы, можно сказать, я уже шла в тупыхах, потому что кунсткамера закрывается в 6 вечера. И сейчас я сижу в том самом внутреннем дворике, в котором была несколько дней назад. Хочу поделиться вообще своими впечатлениями от посещения кунсткамеры. Я думаю, я могу сказать одно, мне понравилось очень сильно. Прямо очень. Особенно залы с этнографией, то есть с культурой. А от залов там, где были всякие уродцы в банках, я была в шоке. Я просто ходила, и у меня глаза на лоб лезли. Потому что это так странно, как-то на это смотреть и осознавать, что это все настоящее. Что кто-то когда-то это все собирал, и сейчас оно стоит просто на всеобщем обозрении. Ну, могу сделать такой вывод, что я однозначно советую кунсткамеру к посещению. Обязательно напишите в комментариях, посещали ли вы ее, какие впечатления остались у вас. Но я очень рада, что я все-таки отстояла очередь и пришла сюда. Вот так вот сегодня прошел мой день в Санкт-Петербурге.